Ходит нас делать все это 15 человек из 7 тысяч пенсионеров в городе. 15 человек. Одни и те же. Мы и деревья садим, мы и цветы садим, и кладбище прибираем, мусор вытаскиваем, и аллея нашей памяти. Ох, даже вот она красивая, но трава там вот такая. А кто пришел? Опять же эти 15 человек. И не один раз пришли, а больше ведь никто не пошевелился. Больше никто не пошевелился. Но еще самая важная проблема это информация. Недоведение информации и мало кто вообще. Мы в городе по 15 объявлений каждый раз на свои мероприятия. Конечно, повесить каждый уголок города. Извините, я и еще один человек, который мне помогает, мы не можем. Мы не можем бегать по всему городу, как белки. Но одновременно с этим один другому должны передавать. И люди передают и приходят одни и те же. Одни и те же. И поэтому сейчас это наша аллея. Мы работали и работали там. Весну сделали. Все вздохнули. Ой, деревья так носились. А сейчас эти деревья опять пропали. И аллею мы это хотим сделать. И приобращались. Нам все помогали. Я надеюсь, что в конце концепции все же ее сделали. И за обложение. Давайте все же сами будем все делать для того, чтобы город был наш чистый. Давайте и людей убеждать в этом. Людей убеждать в этом. И выберем мы этих дворовых. Или там уличных, территориальных. Выберем. И попробуем работать. Попробуем работать. Надо, надо. Ходить надо по домам. Спасибо. Я пока постараюсь добавить несколько слов к тому, что уже было сказано и дальше продолжим. Вы знаете, услышали мы сегодня, что еще остались примеры того, как должно, что из себя должно представлять вообще местное самоуправление в общем, в общих его принципах. То есть есть еще такие очаги общественной активности. Есть люди, которые объединяют. Есть люди, которые сплочают ради благого дела. Есть люди, которые выводят своих соседей на решение более приземленных, более бытовых, так скажем, проблем, связанных с их улицей. Но в общем и целом то, что было раньше, то есть те институты старших по улицам, те институты старост в каких-то микрорайонах, они по большому счету у нас упущены, потеряны. То есть вот этот вот такой негативный момент, связанный с отсутствием активности, он уже докатился у нас и до городской думы. То есть вот Геннадий Павлович начинал об этом говорить. Не все депутаты, которые должны быть самыми, наверное, главными помощниками администрации. Да вот если они сегодня все должны присутствовать, депутаты будут. Сколько депутатов? А мы их не знаем, что лицо даже не понесли. Слово о тех проблемах, которые прозвучали. Допустим, депутата от Федосят я с мая месяца на заседание городской думы, к сожалению, не видел. Люди сами, понятно, что им нужен кто-то, тот, за кого они проголосовали, допустим, тот, кого они там выбрали старшим по своей улице, тот, кто сможет донести эти проблемы до администрации района, до администрации поселения, кто сможет интересы эти отстоять при распределении денежных средств на заседание городской думы, при утверждении бюджета на следующий год. Но, к сожалению, у нас этот институт на сегодняшний день, он, так скажем, абсолютно не работает. И вот с помощью тех предложений, которые прозвучали сегодня при организации работы в части самообложения, нужно обязательно восстановить вот этот вот институт старших. Старших по многоквартирных домам институт, он у нас существует, старших по улицам, старших по микрорайонам. И уже депутаты городской думы, в чей округ входит достаточно большая территория, они должны вот с этой командой уже вместе определенным образом расставлять приоритеты при решении каких-то общегородских вопросов. Поэтому я надеюсь, что вот если все-таки у нас самообложению мы скажем «да» в сентябре, то, ну, самое главное, что мы от этого получим, самый главный эффект – это всплеск какой-то общественной гражданской активности у наших жителей, который мы, как сегодня видим, к сожалению, уровень очень невысок. Мы-то скажем, наверное. Сергей, вот, сюда уже можно просить, пожалуйста. Ну, начну. Представлюсь от Люсна Сергеевича, основку представляю, весь микрорайон. Ну, по поводу того, по поводу мусора, все вы говорите, что проблему нельзя решить. Почему наша администрация почему-то, Станислав Александрович, Владимир Матвеевич не сказали. У нас в основке вопрос с мусором решен где-то пол, примерно полтора-два года назад. То есть вывожу мусор я на своей личной машине, по всему микрорайону, и, по-моему, ни одного звонка по поводу мусора в составке у вас не было за ближайшие. Вот. Значит, начну сначала с самого, по поводу вот этого налогообложения. Значит, когда он заработал, вот здесь просвучали такие слова, что не знали, куда деньги идти потратить и все остальное. Но я, насколько помню, здесь было собрание в этом же Доме культуры, и решали с этой сцены, куда направить эти деньги. Я не знаю, кто-то из вас был на этом собрании или нет. Вот. Кулаков спрашивал. Со всех микрорайонов призывались люди, и было решено, что на детские площадки. Да, потратили на мусор. Да, вот именно. Нет, почему? На детские площадки потратили. И какую-то часть на мусор. Вот. Это понятно, хорошо. Вот. И это мое мнение, что почему у нас не получился налогообложение голосования в прошлый раз, это мнение людей, большинства сосновки, потому что его приурочили к выборам депутатов или чего-то либо. Многие люди не хотят идти на выборы депутатов или губернатора, или еще кого-то. И они не пришли туда. И поэтому они не проголосовали просто за налогообложение. Хотя они были за. Это примерно вот даже я, который знает, человек 20. То есть не организовали. Как нужно, не организовали. И мало было информации. Это раз. Во-вторых, значит, куда потрачены деньги на самообложение? Люди, вот просто стоишь в магазине, они приходят и говорят, вот это налогообложение идет в карманы властям. То есть нет информации. Почему нет информации? Потому что не читают газеты. Почему газеты не читают? Потому что половина населения не выписывает газету нашу. Поэтому надо информировать их как-то не только через газету, другим способом. Вот это замечательно бы было. Во многих городах это работает, как и работает. Давно об этом говорили. Даже в маленьких городочках, еще меньше Белых Лунис, и радио есть. А вот в годы, как раньше войну, у нас там, да? И не нужно на радио. Вот. И просто продолжу. Значит, насчет мусора. Я собрал собрание сосновчан. И мое предложение уже очень давно звучит. И я, наверное, его не сниму с повестки дня своей. Буду предлагать все время властям. Это по микрорайонам. Поставить не контейнеры. Потому что уже контейнеры, мы уже слышали с вами, это бесполезно. Это бесполезно. Потому что стоят два контейнера, и вокруг контейнеров это. В сосновке так же нужно было. Потом просто от них избавились. Вот. Поэтому во многих городах, куда я езжу, стоят маленькие бытовые, маленькие свалки, так назвать. Они загорожены бетонные заборы, бетонные плиты. Все. И они закрыты. Оттуда ни собаки не выволакивают, ничего. И люди знают, куда мусор нести. Потом раз в месяц приезжает техника, простая вот эта вот грейферная установка. Они этот мусор скидывают с амсфалты, за один день вывезли эту всю свалку. Это в нити районах, я не говорю про центр города. И это работает. И в свою очередь, Олег Валентинович Кулакок, он согласился с этим и даже был рад, что такое предложение было. Он хотел внедрить. И успел. Это в стороне ставится, почему? Потому что я в городах это вижу, у меня фотографии даже есть. В городах такого нет, неправда это. Ну, я вам могу показать фотографии. Я очень часто, чуть не знаю людей, как вы гуляете. А вот у нас с ассновкой что делается? Что, туда пойдешь там с вами? Вот вам еще один вопрос. Что, туда пойдешь, но кругом. Вот она сказала, да, да, да. Все, в самой ассновке. А вот у нас с ассновки. Наладил вывоз мусора. Все очень довольны, все рады. А мусор-то все равно валит в лес. Я, мне что с ними сделать? Что вот у вас с ассновки сделан, да? На берегу. Ну, там свинальник я еду, около. Конечно. Лично сам хожу туда и молодежи говорю. Вы же тут сидите, вы же тут постоянно сидите. Что вы делаете? Молодежь ушла, прибралась, потому что заставила. Пришли взрослые люди, ушли. Это же самое. Это самосознание. Да, самосознание. Надо работать и взрослым, и школьным.